приветствую всех кунг-фу панда в этом ролике дальше погнали разбираться по текстурированию и развертки а потом забросим и соберем этого персонажа именно в блендер так имеем вот такие вот саптулы здесь штаны и так далее брови веки вот такой внешний вид именно панды и что нужно сделать берем вот это вот тело панды нужно его раскрасить следующий а будет в чем состоять вот такая вот сетка плотная весит 400 тысяч полигонов вот само тело только нужно все это дело понизить именно для бленда сетка у персонажа сейчас очень плотная 400 тысяч полигонов с лишним будет тяжеловато именно для анимации делать с этой моделью что-то у меня ноутбук слабый и давайте сделаем за ремеш это авторитопология также ретопологию можно делать вручную есть ролики на канале я их выложу ссылки именно под этим роликом посмотрите кому интересно так что здесь за ремеш есть если мы уменьшаем этот ползунок полигонаж будет меньше если прибавляем до середины в принципе от до середины будет нормальный полигонаж но опять же повторюсь у меня слабый ноутбук буду делать поменьше сетку чтобы модель была как можно легче но вам покажу именно вот ставим ползунок на середину нажимаем за ремеш ждем и смотрим результат а потом я уже сделаю сетку именно та которая мне нужна ну такая сетка выходит ничего прикольная такая равномерная насколько уж она правильная в забрать судить не мне а аниматором или тем кто именно работает постоянно с персонажами которым нужна именно нормальная сетка и где она подходит и какая как это все нюансы я точно вам тут не советчик но вот такой вариант быстрое изменение сетки я вам предлагаю что делаем дальше персонаж у нас есть и жмем shift и вот на глаз убираем остальные саптулы чтобы они нам не мешались поле f можем вот так вот именно выключить и в чем нюанс красить нужно именно всю модель если вы включите ну какой-нибудь допустим цвет переключитесь на rgb зад отключить выбираем цвет ну панда белая да возьмем пока красный для объяснения и вот на белый материал сейчас переключимся вот так вот такая вот белая модель если мы начинаем что-то этакая красить но пусть будет красный цвет опять же вот так и потом сделаем развертку чистого с этим пятном то потом в блендер закинем вот это все вот эти детали они не будут видны или будет черные или будет другим оранжевым цветом словом развертка вот это она не проецируется на модель модель должна быть равномерно закрашена ставим побольше дров сайс и красим ее сразу всю белый цвет словом не должно быть не закрашенных деталей модель должна полностью быть именно цвете вот сначала все места не забываем именно где-то в сложных местах вот тут в этих пятки где-то пальцы именно все проходим так все болван есть все первый цвет нанесен выбираем следом черный цвет и уменьшаем именно граф сайс и проходим этим цветом вот эти вот части здесь вот таким вот образом и чуть-чуть уходит уходит вот так на крылья вот так вот более-менее красиво раскрасываем все это дело вот так вот здесь вот тем вся фишка раз покажу что у панды у панды вот это вот часть аж вот до сюда доходит черная у кунку панды так вот таким вот образом так следом что делаем здесь вот не помню по моему тоже у нее черная ноги черные вот так вот и вот так это все можно закрасить единство что нужно поставить опять белый цвет уменьшить дров сайс и покрасить вот эти вот обмотки они должны быть белого цвета так ну и c английская нажимаем докрашиваем пятки вот так c английская нажимаем белый цвет вот и получается у него портянки ну и все красивенько делаем переходим теперь на голову красим черный цвет аккуратно уши вот таким вот образом и теперь нос нос у него побольше вот так вот выходит а тут вот внутри именно вот во рту у него тоже выходит на мультфильме в мультфильме у него постоянно там черный рот типа темнота там и вот так все делаем теперь можно язык покрасить красным и вот эти части вот этим вот таким вот образом закрасить смотрим внимательно где у него что тут проходит опять же вот вы видите что по сетке как рисует вот такая стукенция так губа у него будет немножко оттенок красноватый это вот сильно вот так вот не надо контролл зет ставим теперь интенсивность чуть чуть поменьше и просто даем вот так вот легкий оттенок язык можно тоже немножко подкрасить на язык уже можно наверное чуть чуть покраснее все это дело сделать вот так зубы остаются белыми или можно их чуть-чуть как-то там притянить взять вот сероватый цвет немножко интенсивность и вот кое-где допустим вот чуть 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 вот так вот подкрасить ну так же можно чтобы он более менее прикольный был сделать так белый цвет интенсивность чуть чуть поменьше дров сайс побольше вот эти черные части вы видите как чуть-чуть притеняются вот так вот сделать их кое-где там на пальцах чтобы перепад был именно ну такое получается кунг-фу панда все по простенькому ничего такого с выядрежем здесь вот немножко еще грудь ему живот поднимем вверх вот таким вот образом так вот здесь вот можно немножко притянить серый цвет ставим какой-нибудь опять же интенсивность поменьше вот так еще поменьше и вот эти вот бока вот так вот и живот чуть чуть вот так вот оформить опять же можно для прикола для красоты вот у него есть нижняя челюсть и можно ее тут чуть чуть вот придать цвета вот так потемнее здесь вот чуть чуть вот так вот выделить немножко за ушами как-то вот вот такие полосы попадела типа оттенок ну вот он уже стал более симпатичным вот так если сейчас поменять ему материал чтобы красиво выглядел ну где-то вот он тоже материал неплохой вот вы видите как выглядит панда и сделать рендер BPR вообще шикарно выглядит а если другой цвет поставить ну вот сероватый то тут уже немножко казус так вот этот оттенок вот теперь ставим BPR и вот так он выглядит так ну какой тут цвет еще есть материалы можно скачивать вот этот будет посветлее прикольно вот так вот ну и давайте всему этому делу сделаем развертку нажимаем в смысле материал не принципиально пусть остается белый там какой вот как он раскрашен те цвета в развертку и войдут нажимаем теперь the plugin и находим UV Master нажимаем теперь word of clone он клон вот так он приближается и теперь делаем так the plugin делаем UNWREP вот так вот следом давайте вот это все делаем немножко развернем так можно вот здесь вот по пальцу полосу прогнать вот так вот показываем что развернуть именно вот тут по вот этому пальцу вот здесь вот по руке сейчас я посильнее поставлю вот так вот потом здесь можно вот так развернуть вот так вот ну здесь вот можно по голове еще где-то вот так вот поставить поставить разворот ну и голову можно как-нибудь я не знаю чисто лицо чтобы было вот таким вот образом нажимаем the plugin и жмем UNWREP теперь заходим жмем the plugin и жмем так флатен флатен и вот такая развертка получилась вы видите что вот так вот развернула ее UNWREP флатен убираем эту развертку и теперь нужно прикрепить именно цвет опять же за плагины и жмем так нажимаем теперь копировать нажимаем вот эту раскрашенную нашу модель вот хоть эту хоть эту ну вот эту вот применяем цвет и теперь делаем вот так вот вот past UVS прикрепляем цвет все теперь заходим смотрим так находим UVMAP смотрим Morph UV вот так вот развернула модель вот живот здесь вот именно глаза вот лицо сейчас я вам покажу вот развертку лука делать вот лицо теперь отдельно вот тут здесь мы по ногам прошли здесь вот портянки развернула здесь вот так находится рот вот здесь вот а здесь находятся уши вот они ну вот где-то что-то вот остается это вот можно уже докорректировать докрасить потом если где-то вас что-то не устраивает также можно в ZBrush 2020 уже рисовать по развертке ролик есть я тоже его кину под этим роликом посмотрите так Unwrap Morph UV отключаем вот такая модель и заходим в текстуры мэп находим крит New From Polypaint подкрепляется сюда развертка можем ее отдельно сохранить но при экспорте она уже сохранится с этой моделью ну можно нажать клон TXT и она появляется в текстурах нажимаем текстуры жмем теперь экспорт и сохраняем в любом формате PSD JPEG так какой здесь BMP есть TIF ну допустим на рабочий стол нажимаем и пишем как-нибудь ну вот пишем развертка Panda и сохраняем в JPEG формате сохранить высвечивается вот такое вот окошко с разверткой и жмем можно здесь поменять размер ее вот этот словом тут еще есть настройки всякие вот это вот развертки жмем окей в принципе все устраивает все автоматически будет ну и теперь нажимаем экспорт нажимаем пишем Panda сохранить идет сохранение и вот так все дело происходит именно по всем саптулам так переключаемся на саптулы вот такая Panda вот такой вот цвет и можно также работать с каждым саптулам уже глазами глаза уже я показывал как рисовать не буду вдаваться в подробности ссылки на текстурирование именно раскрашивание вот этой модели так это моду потом мудбокс блендер и 3d квад есть ролики как красить именно наносить проецировать какие-то картинки на модель все это выложу посмотрите уже отдельно ну и смотрим как теперь взыбраш вот эти теперь кстати вот эти вот все саптулы сохраняем поодиночке на рабочий стол или в какую-то папку для чего это надо это будет нужно чтобы в блендер именно штаны вот нужны отдельно потом глаза нужны отдельно какие-то детали если еще вам нужны там меч оружие то это все отдельно вы закидываете уже в блендер и погнали в блендер рассмотрим как это все дело там будет выглядеть айда и вот мы уже в блендере так делит удаляем именно куб жмем файл находим импорт так формат общ и находим на рабочем столе вот этот панда 3 так загружаем импортируем и вот смотрим что с ней будет происходить подгрузилась вот такая вот панда и смотрим как применилась развертка нажимаем вот этот тип затенения во вьюпорте материал смотрим ждем вот так вот панда раскрасилась вот такой внешний вид вот так она выглядит все прикольно и таким же образом подгружаем именно штаны и так далее смотрим сейчас вот все я подгружу не буду тратить ваше время и посмотрим результат и вот после загрузки всех саптулов получается вот такой у нас персонаж здесь у нас вот глаза два разных это не один саптул пока еще будем экспериментировать вот он глаз и вот он глаз так следом что тут сам панда штаны ну и в принципе пока тут больше ничего нет единство еще вот есть веки ну над ними нужно немножко поработать потому что что-то они выглядят так как не должны наверное ну вот пока что-то в этом духе в следующем ролике будем рассматривать уже именно будем вставлять кости смотреть анимацию именно как сделать глаз кости лица чтобы рот у него закрывался и пойдем именно наверное с головы с глаз рот чтоб работал щеки так как тело уже риги все рассмотрены в принципе то уже потом будем рассматривать движение штанов как объединить именно с ригом вот это тело штаны чтобы они как бы на нем извивались что ли как будто ветерком там или ну словом чтобы штаны как-то симпатично себя в анимации вели все всем пока до свидания